Казачья шашка Казачья шашка К сожалению, история не сохранила нам разработчиков этой шашки Известно, что утверждал эту шашку Первый атаман Кубанского казачьего войска генерал Евдокимов Что здесь, что эта шашка соответствует лучшим кавказским образцам Поскольку, как я уже сказал, производила герман тагер Это было германское качество Которое не вызывало никогда ни на каких нареканий Эти шашки передавались по наследству И вошли в историю, как идеальный образец холодного оружия Сейчас перейдем к его испытаниям Значит, эта шашка позиционировалась с боевой заточкой Поэтому мы сразу начнем с теста рубки свиной головы Прежде чем провести испытание рубки свиной головы Хочется сказать несколько слов На что здесь нужно обращать внимание Первое, на то, чтобы шашка не получала повреждений И также обращать внимание на то, как клинок входит в ткань И как он ее выходит Правильное сечение клинка должно быть таким Чтобы клинок не застревал в тканях тела Итак, приступаем к нашему тесту По просьбе наших единомышленников Вытираем кровь Показываем клиночек Он не получил никаких повреждений Смотрим глубину нашего разруба Глубина очень большая Клинок глубоко зашел И великолепно вышел Не застряв в этих кадрах Этот тест очень важен Если шашка застревает в тканях головы Значит, ее сечение неправильное И в момент боя это означало вашу спину Переходим к следующему тесту Переходим к следующему тесту Здесь тоже есть свои особенности То, что мы показали рубку свиной головы Это не тот тест, который применяется часто Обычно всего он лупит лазун Скажем так И вот здесь мы ищем некий компромисс Чтобы и шашка могла И встреча с костями не получит И в то же время могла убить лазун Обращаю внимание на клиночек Который не имеет никаких погодов Это тоже очень важный тест И шашка доводится Окончательной стадии полировки И поступай сюда Окончательной стадии полировки Субтитры создавал DimaTorzok